Так называемая военная спецоперация Путина уже вышла за пределы Украины. Битва развернулась на всем европейском континенте. Но если Украину Путин стирает с лица земли ракетами и бомбами, то Европу он хочет поставить на колени. На Европейском фронте вытащил тяжелую экономическую артиллерию, энергоресурсы. Россия фактически каждую неделю сокращает поставки газа. У ЕС уже не сомневаются в том, что Кремль сделал Газпром основным ударным подразделением в энергетической войне и готовится к полной газовой блокаде со стороны России и труднейшей зиме со времен окончания Второй мировой. Германия уверена, что решение о сокращении поставок газа политическое и Россия продолжит газовую войну с ЕС параллельно с агрессией против Украины. Кремль начал урезать поставки газа в Европу еще с прошлого года. Но в текущем поставки упали до невиданного уровня – 100 миллионов кубометров в сутки. Хотя еще в мае поставляли 250 миллионов в сутки, а три года назад по 500 миллионов. На самом деле действительно есть большие риски, что Россия продолжит газовую войну с Европой. Она уже сейчас ее начала. Уже сейчас сокращены поставки в Европу на 70%. Только 30% мощностей работает. Поэтому Россия уже начала газовую войну против Европы. Да, это ведет к тому, что зимой могут быть риски перебоев поставок, риски каких-то ограничений потребления газа в самой Европе и в том числе в Украине. Сокращение поставок газа в Москве объясняют плановой профилактикой одного из трубопроводов. Речь идет о Южном, через Турцию. Мол, не беспокойтесь, ремонт недолгий, всего на неделю. Однако в июле предстоит ремонт основного трубопровода Северного потока-1 в Германию. В то же время Газпром молчит о намерении увеличить прокачку по третьему маршруту, через Украину. Хозяин Кремля просто намекает европейцам, мол, это вам ответ за санкции. Экономический блицкрик против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его. Еще до нападения на Украину многие эксперты, некоторые мировые политики и официальный Киев предупреждали ЕС, что Кремль использует газ как оружие для давления на Европу. Теперь ЕС приходится готовиться к жизни с газовой петлей на шее. Заполнить хранилища до зимы при таком раскладе не получится. В Европе не исключают рост выработки на угольных и атомных станциях. Даже самые зеленые чиновники Еврокомиссии согласны с этим. Европа уже сегодня активно диверсифицируется, активно, очень. Европа уже сегодня перезапускает электростанции, работающие на угле, которые были законсервированы несколько лет подряд. То есть Европа сегодня с глубоким пониманием относится к очень холодной зиме. За два с лишним десятилетия правления Путина ЕС увеличил закупки российского газа в полтора раза. Теперь же Европа собирается сократить эти поставки на две трети всего за несколько месяцев. Москва всегда позиционировала газ как чистый бизнес, вне политики и хвалилась репутацией надежного поставщика. Она вела газовые войны с Украиной и Белоруссией, но никогда с Европой. Но в прошлом году РФ умело сыграла на зависимости Европейского союза от своего энергоресурса. Управляя в ручном режиме объемами поставок, Москва сумела держать высоким спросом на европейском рынке стран и поднять до небес стоимость своего газа. Заработанные рекордные суммы тратила на войну против Украины. Газовый поезд российских властей, да, он уходит уже. Значит, если от нефти Европа отказывается там в течение 6-8 месяцев, то от газа в течение там пары лет. И Путин думает, видимо, что у него сейчас последний шанс, причем почему в течение пары лет, что за это время они альтернативные источники газоснабжения задействуют. И Путин, видимо, решил, что у него последний шанс применить вот этот газовый шантаж, пока европейцы не успели еще перестроиться и на другие русла, на другое русло, на другие каналы и источники поступления газа. И он пытается сейчас что-то с европейцев как-то их прогнуть вот с помощью этого газового шантажа, пока это не поздно. Потому что через там пару лет это уже никому не нужно, его газ в Европе не будет. Кремль, как обычно, отрицает свою роль в энергетическом кризисе. А в четырехкратном увеличении цен обвиняет ЕС. Мол, это последствия реформы рынка и западных санкций против России. Война против Украины принесла новые аргументы в газовом оружии РФ. Сначала Москва шантажировала европейских потребителей переходом на оплату в рублях. А по мере того, как европейские страны отказывались от такой схемы, Газпром отрезал их от поставок. Сначала были остановлены поставки в Болгарию и Польшу. Потом в Финляндию, в июне Данию, Нидерланды, даже в Германию. РФ прекратила или сократила поставки в 12 из 27 стран ЕС. Европейские избиратели выйдут на улицу и начнут говорить, почему мы мерзнем, почему цены на коммунальные услуги повысились и так далее. То есть этот газовый шантаж обкатан. Кстати, Меркель в свое время сделала колоссальный вклад в то, чтобы у Путина этот инструмент шантажа оставался. Некоторые эксперты считают, что сейчас газовым шантажом Россия пытается выторговать для себя и отмену части санкций. Особенно той части, которая касается поставок санкционных товаров с России в Калининградскую область, транзит которых заблокировала Литва. Если вы не даете нам коридора, мы полностью прекращаем поставки газа вообще в европейские страны, вообще в Европейский Союз. И вот в этой ситуации, если они это объявят, ну это будет весьма трудная, тяжелая ситуация для европейской экономики. Но я думаю, что до осени при помощи активизации США, при помощи развития контракта с Покатару, то, что сейчас делается коннект по переброскам газа и в самой с Литвы на Латвию, и с Испанией на Францию, которая соединяет с общим кольцом газовых труб, газовых проводов, это возможно. До зимы вытянуть этот вопрос. Стоит отметить, что в ЕС планировали через несколько лет сократить закупки российского газа, а долгосрочные контракты с «Газпромом» запретить. Таким образом, хотели заставить «Газпром» конкурировать с новыми крупными игроками, прежде всего США. Но агрессия против Украины лишь ускорила движение от России. Теперь новый план ЕС предусматривает полный отказ от энергоресурсов со стороны агрессора уже к 2027 году. Путин же рассчитывает выйти из нынешнего кризиса победителем. Он уверен, что ЕС продолжит покупать у него газ, нефть и уголь. Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в Соединенных Штатах тоже. Как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива. Полностью отказаться от российского газа ЕС не выйдет не только к зиме, но даже в ближайшие несколько лет. Эксперты говорят, дефицит энергоносителей будет ощущаться по меньшей мере три года. Еще недавно Европа зависела от Газпрома на 40%. В ковидный период эта доля сократилась до 35%, а теперь упала до 25%. Заместить эту четверть альтернативными источниками газа срочно не получится. И мы имеем на сегодняшний момент несколько очень ярких примеров, как это можно сделать. Та же Польша, да, она пять лет уходит от экономической зависимости. Она построила в Свиноуссе самый крупный ЛНЖ терминал в Европе, да. Она проложила газовую трубу с Норвегией по дну Балтийского моря. Мы что-то об этом знаем? Ну, так, по чуть-чуть. На сегодняшний момент и поляки абсолютно спокойно отказались от российского газа, потому что они полностью заместили этот газ другими источниками. Но это 3-5 лет. До этого момента Европа будет находиться в очень тяжелом положении. Но я так понимаю, что европейцы пока осознанно на это идут, в связи с войной. Из-за газового шантажа в наихудшей ситуации может оказаться Германия. Как прогнозирует Бундесбанк, если поставки газа будут прекращены, то экономика ФРГ сократится более чем на 3%. В правительстве допускают как остановку предприятий, так и увеличение счетов за газ для потребителей. Именно для недопущения этого сценария правительство активизировало кризисный план и сейчас пытается найти замену российскому газу и запускать экономию, где это возможно. Планируют, например, организовать аукционы отключений. Компаниям будут платить за то, что они добровольно сократили потребление газа. Призвали и граждан сократить потребление энергии. Чепуха кремлевская, абсолютная. Ничего абсолютно страшного в этом нет. Ну будут немцы чуть больше платить за газ. И я хочу сказать, что вот истерики уже, которые идут давно, что там Европа замерзает, доходят за вот, что нам эмигрантам звонят родственники и спрашивают, как вы там не замерзли. Никто, я вас уверяю, не то, что не замерз. А если человек, ну то, может быть, только уж самые и даже, в общем-то, и бедные тоже не страдают от этого. Потому что бедным людям, у которых нет прожиточного минимума, им полностью компенсируют расходы на аренду жилья и на коммунальные услуги государства. Так что даже бедные не пострадают. А люди, более-менее нормально получающие, они не сильно замечают эти колебания. Я знаю это по нашей семье. Немецкая экономика мощная и огромный профицит бюджета каждый год. Так что денег полно в стране. Ничего страшного не случится. Помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов готова и Украина. Из-за войны в стране появилась лишняя электроэнергия. Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии уже разрешила постепенно начать импорт электрики с Украины. Лучше платить Украине, нежели стране-агрессору. Ведь с начала войны только страны ЕС заплатили России 60 миллиардов евро за нефть и газ. Кремль получает рекордные доходы от продажи энергоносителей, несмотря на сокращение добычи и поставок. Полученные деньги идут на финансирование войны против Украины, а теперь уже и энергетической войны против Европы.